Хоккейный клуб «Адмирал» добился исторического успеха в очередном матче КХЛ. Приморская команда одержала самую крупную сухую победу за все время существования клуба. Детали рекордного домашнего матча в репортаже Павла Зайцева. То, что этот матч будет историческим для них, моряки еще не знали. У них была лишь одна мотивация – перенести победный настрой после разгрома Салавата Юлаева со счетом 5-1 и на эту встречу. Тем более, хоккейный клуб «Сочи», который пожаловал во Владивосток, всегда сушил игры здесь. Победа доставалась той или другой команде с преимуществом в одну-две шайбы. Две первые игры проиграли, и надо было уже выигрывать. Оставшиеся две, чтобы народ на трибуну возвращать. И зона плохо уже, как бы, да, от нас уходит потихоньку. И мы не имели права сейчас сегодня эту игру проиграть. И все это понимали, ответственность за результат. И, соответственно, играли все, начиная от ватаря и заканчивая нападающими защитниками. И синий-белый не стали откладывать дело в долгий ящик. Леопарды поспевали за хозяевами половину периода, а после, не в силах угнаться, начали фалить и удаляться. Первым их за нарушение наказал Дмитрий Союзтов. Он при содействии Райта и Саболича забросил свою шестую шайбу в шести матчах. Проходит меньше трех минут, и Вадим Краснослободцев подправляет полет шайбы после классного выстрела Николая Глухова. 2-0 в первом периоде. Тренерский штаб Леопардов внес заметные коррективы в игру Сочи в первом перерыве. У ворот вратаря «Адмирала» стало жарко, но первый номер был главным бойцом на последнем рубеже обороны. Каждый матч по-своему сложный, поэтому не могу сказать, что был какой-то тяжелый или и та тяжелая. А не все игры тяжелые, поэтому не могу как-то выделить что-то. Был хороший матч. В концовке второй 20-ти минутки Владимир Ткачев опять реализовал большинство уже в 15-й раз за время выступления за «Адмирал». Где-то отрезками, особенно в втором периоде у нас были моменты, которые нужно было реализовывать. Мы, к сожалению, этого не сделали. И опять удалениями сломали себе всю игру. Ошибки в своей зоне при выходе грубейшие. А в середине третьего периода хозяева оформили разгромный счет. Павел Макаренко забросил четвертую шайбу в этом матче. И начали помогать своему вратарю сохранить сухую победу. Радость и ликование адмиральцы оставили болельщикам. К этой яркой победе они отнеслись как к хорошо проделанной работе. Как говорилось ранее, клуб примет решение по Фредерику Стилману после этой игры. Станет ли швед полноправно главным тренером или нет? Для меня честь возглавить эту команду, руководить икрой этих ребят, потому как они прилагают немало усилий. В этой серии, хоть мы и уступили дважды, адмирал играл с большой отдачей, с энергией, показал боевой дух. Начинается перерыв в турнире. У адмирала есть время перевести дух, залечить травмы и проработать стратегию на оставшуюся часть чемпионата. Павел Зайцев, Павел Михайлов. Панорама.